В ходе прошедшего саммита глава Ирана выразил последовательную поддержку палестинскому народу и его руководителям. С детства в Южной Корее наша соотечественница рассказала о своей учебе и работе в азиатской стране. В шанхайском зоопарке появились новые панды. Первый русский таксист поведал об особенностях своей работы в Японии. В Тегеране состоялась встреча духовного лидера и руководителя Ирана Аэталы Али Хаминеи с заместителем политического бюро палестинского движения «Хамас» Салихом Аль-Арури. Они обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. Причем Али Хаминеи напомнил, что его страна всегда последовательно поддерживала борьбу палестинцев за самоопределение, а также политическую и государственную независимость. По словам верховного лидера Ирана, страна и далее продолжит борьбу против любых иноземных планов подчинения Ближнего Востока и Центральной Азии чуждым этим регионам политическим и экономическим интересам. Духовный лидер страны считает, что сейчас главное для палестинцев не дать себя подкупить и сохранить национальную идентичность. Аль-Арури передал Хаминеи письмо от главы полетбюро «Хамас» Исмаила Хании. В ходе своего визита в Тегеран палестинская делегация провела также переговоры с председателем Иранского стратегического совета по международным отношениям Камалем Харази. Россия признает палестинское движение «Хамас» наряду с Китаем, Турцией и рядом других государств. Диане Кияевой 18 лет. Она с детства живет в Южной Корее. Ее семья переехала из Благовещенского в азиатскую страну по работе. Девушка училась и в русской, и в корейской школе. Я знаю три языка в идеале. Я знаю корейский, я знаю английский, я знаю русский. А если по счету, то русский – это мой родной язык, второй будет по счету корейский, потому что чаще на нем говорю, чем на английском. Ну, а третий, конечно же, английский, потому что вы все знаете, что каждому нужен английский в жизни. Диана с детства работает моделью. С пяти лет девочка участвовала в рекламных фотосессиях и снималась в сериалах. Сегодня наша соотечественница по-прежнему выходит на подиумы и востребована в своей профессии благодаря обширным связям в модельном бизнесе. Конкуренции сейчас стало очень много, потому что раньше в Корее не так уж было много иностранок. Для русских, кстати, тоже был без вызови въезд запрещен. Только по визам было час. То, что уже разрешают без вызови въезд. Очень много русских девочек, очень много украинок, очень много красивых моделечек на них. И тем самым уже меньше работы, потому что вся основная работа уходит девочкам, которые в агентствах. Каждое лето Диана проводит в России со своими родственниками и друзьями. В своем блоге девушка с радостью вспоминает об этих поездках. Но большая часть выпусков о повседневной жизни в Корее. Россиянка рассказывает о вечеринках, свиданиях, моде и учебе в корейской школе. В шанхайском зоопарке отпраздновала у новоселья пара новых постояльцев. Это гигантские панды, которые прибыли в мегаполис из центра воспроизводства бамбукового медведя в юго-западной провинции Сычуань в городе Чэнду, расположенном в долине реки Миньцзян. Похожим мишкам на новом месте нравится. Персонал заметил, что предыдущие питомцы, занимавшие клетку, немного грустили. Поэтому теперь в вольере появились качели и стало значительно больше игрушек. Кроме того, для удобства посетителей были оборудованы дополнительные подходы клетки с редкими зверями. Впрочем, с точки зрения служителей, панды абсолютно не смущены повышенным вниманием поклонников к своим персонам. Это многочисленных гостей, возможность соприкоснуться с персонажами мультфильмов и привести детей воплотившиеся в реальность мечта. Поэтому контакт между людьми и мини-косолапами организован к удовольствию обеих сторон. Панды достаточно неприхотливые животные, однако им требуется в сутки на двоих порядка 150 килограммов бамбуковых листьев и около 50 килограммов побегов этого же растения. К такому рациону заулги добавляют еще кукурузные лепешки, чтобы сбалансировать и разнообразить питание подопечных. Михаил из Калининграда с детства мечтал переехать в Японию. В юности он познакомился в интернете с девушкой из страны восходящего солнца и спустя несколько лет женился на ней. Сегодня русско-японская семья живет в Осаке и воспитывает сына. Недавно Михаил устроился на необычную для иностранца работу в такси. В последних сколько? Три с чем-то, четыре месяца я работаю в такси. И вот решил вам показать, как же проходит день японского таксиста. В Осаке Михаил один из трех иностранцев, кто смог устроиться водителем в такси. Русскоязычный, первый в городе. Все потому, что для получения такой работы нужно сдать несколько экзаменов и пройти сложные тесты, которые под силу только тем, кто знает японский язык и город на уровне местных жителей. Самый сложный это экзамен в полиции, именно на получение вот этих нищу-менки прав категории для таксистов. Там необходимо за 40 минут ответить на 105 вопросов на 90 процентов правильно. На каждый вопрос получается отводится времени чуть больше 20 секунд, но меньше 30. Для меня это, конечно, было супер испытание, но кто-то так справился. Средняя зарплата таксиста в Осаке около 300 тысяч иен. Это почти 180 тысяч рублей. График необычный, всего 13 рабочих дней в месяц. Заступают на смену водители день через день и проводят за рулем 18 часов. Но есть строгие правила, которые регламентируют отдых. К примеру, каждые три часа делать перерыв, а в день проезжать не больше 350 километров. Из 18 часов в три часа нужно отдыхать, потому что если отдохнешь меньше, чем три часа, придется объяснительно описать, почему ты мало отдыхал. В месяц нельзя работать более 262 часов. Если превысишь это, то будут большие проблемы. Вплоть до того, что заберут водительское удостоверение от таксиста. Весь рабочий процесс записывается на специальную флешку. Кроме того, Михаил вносит в таблицу данные о том, сколько пассажиров он отвез, какого они были пола, сколько составила цена поездки, расход бензина и многое другое. После каждой смены всю информацию нужно предоставлять в офис. Михаил признается, быть таксистом ему нравится не только благодаря достойной зарплате и удобному графику, но и той свободе, которую дает его работа.